Доброе утро! В пятницу утром торопился, не успел посмотреть погоду онлайн, в окно посмотрел и в телефон. И что вы думаете? Конечно же ошибся с выбором гардероба. Нет, сначала там не было хорошо, а потом, когда распогодилось, стало как-то жарковато. Практическая польза в каждом материале. Где-то можете сравнить свое мнение с чужим, где-то воспользоваться хорошим советом. Об этом подробнее чуть позже. Утренний вестник на Ветте 24. Не все полезно, что в рот полезло. Обращают ли пермики внимание на пользу продуктов, которые покупают? Долой майонез. Какие продукты россияне хотят исключить из своего рациона? Самый толстый тополь в Перми. Где он рос? И где его можно увидеть сейчас? Где окунуться? Расскажем о новых местах для купания. Что это за птица? Новая порода кошек появилась в мире. Как не поломаться? Об этом Здоровье для. На минувшей неделе российские школьники выиграли международную олимпиаду по физике. Как у футболистов чемпионат мира. И понятно, что для того, чтобы достичь такого результата, ребята к этому, конечно же, заранее готовились. Ну а вам, чтобы легче было готовиться к свершениям на этой неделе, предлагаю посмотреть рубрику «Бисер». Она как раз об этом. Лето – это маленькая такая жизнь. Малюсенькая просто. На этой неделе уже август. А у августа так себе реноме сложилось у нас в стране. И не просто так он. Черный август. Но я надеюсь, все обойдется. Пусть, знаете, что самое страшное будет в этом августе? Ну вот, что 1 августа Амкар не выиграет в игре с Тюменью. Хотя нет, я надеюсь, все же Амкар выиграет. Потому что если проиграет, меня же и поколотить могут. Типа сглазил. Так что пусть самое страшное в этом августе будет, что кого-то из болельщиков не пустят на игру без ПЦР-теста или без прививки. Хотя нет, меня же тоже могут не пустить в таком случае. Ну тогда, знаете, вот пусть самое плохое в этом августе будет погода. Не, хотя нет, знаете, и погода вроде не очень плохая. Хотя не фонтан, конечно. Если вы вдруг еще не достали из шкафа вещи потеплее, чем шорты и майки, сейчас самое время. По прогнозам синоптиков на этой неделе будет прохладно, ночами что-то около плюс десяти. Дневные температуры не дотянут и до плюс двадцати. И иногда еще и дождь будет при всем при этом. Так что сейчас самое время не платье выгуливать, а свитера и штаны с начесом. 29 июля ожидается значимое событие в жизни всех тех, кому важно, где он покупает продукты. Об этом много говорили. В Перми откроется магазин «Вкусвилл», а вслед за первым «Вкусвиллом» откроется и второй магазин федеральной сети, где-то на Комсомольском проспекте напротив Кристалла. И снова открытие, на этот раз ярмарки, одежды, обуви и текстиля с сегодняшнего дня и до 4 августа на площади перед театром-театром. Такие разные новости, и все-таки они вместе. Ну, и если где-то прибыло, где-то обязательно убыло, возможно, именно поэтому закону мироздания в Перми на этой неделе закрывается ресторан «Гастропорт». Хм, сколько всего открывается, а закрывается только «Гастропорт»? Непонятно. Если зимой вам часто приходится сидеть без тепла, тогда, возможно, вам стоит ознакомиться с экспозицией мультимедийного музея теплоэнергетики, который распахнет свои двери сегодня у ТРК «Планета». Тем более, что вход бесплатный, тепло по нынешним меркам дорогущее, а теплые воспоминания, говорят, согревают. А вот еще одна новость. В Перми к столетию Компермятского музея подготовили книжную выставку. И действительно, 30 июля 2021 года исполняется 100 лет со дня открытия Краевого национального музея в Кудымкаре. И я поздравляю коллектив и все дела. Но вот я сколько раз бывал в Кудымкаре, сколько раз хотел посетить этот музей, а он в выходные не работал. Музей в выходные. Да вы что-то там запылились, ребята, уже хотел сказать я, но решил перепроверить. И на сайте музея пишут, что в выходные экспозиция все же открыта для посещений. Ну, то-то же. Ну и еще 30 июля отмечается Международный день дружбы. Нет, не пилы, я про отношения. Так вот, пусть вся эта неделя и пройдет под знаком дружбы. Да, и пусть она вам понравится. На минувшей неделе с коллегой затеяли самый бесперспективный спор о вкусах. Что лучше, изысканная подача или чтобы все как дома? Как водится, каждый остался при своем мнении, но согласились в том, что, помимо прочего, еда, конечно же, должна быть полезной. А вы обращаете внимание на пользу продуктов, которые едите? Люди говорят. Вы обращаете внимание на пользу продуктов, которые едите? Такой интересный вопрос мы на этот раз задали нашим телезрителям. Более половины респондентов, 59% ответили, что не всегда обращают внимание на пользу продуктов и любят себя побаловать. 23% вообще кушают все, что захотят. И только 19% следят за своим питанием. Обязательно обращаю? Конечно, да. Это очень важно. Срок годности надо проверять всегда, потому что срок годности в магазинах не всегда. Когда, допустим, до 15 числа написано, 15-го почему-то снимают. Почему не раньше? Почему не 14-го числа не снимаете? Вот это интересно очень. Проверяем калорийность в целях сохранения фигуры. Ну, а как не важно-то. Зачем с тебя пускать всякую ерунду? Все. Овощи, фрукты, мяско свежее. Я читаю этикетки. Как особо не обращаю внимания, но этикетки еще читаю. Например, при выборе колбас, да, я смотрю, что там в составе есть, да. То есть, если, например, на первом месте свинина, значит, я понимаю, что больше всего от свинины. Если какой-нибудь там курица механической обвалки, только, понятно, я такую продукцию уже не беру. Ну, конечно. Хорошие должны быть, качественные, с неистекшим сроком годности. Что люблю, то и кушаю, а вредное, не вредное. Да, это очень важно для нас. Читаю обязательно состав, потому что и дети маленькие у нас, и сами задумываемся, сами выросли в сельской местности, привыкли к натуральным продуктам. Поэтому любим все натуральное. Ну, все, что содержит всякие ешки, всякие чипсы, стараемся вообще детям не покупать. Вот. Молоко покупаем коровье. Яйца тоже. От домашних куриц. Поэтому стараемся свести здоровый образ жизни. А я вот знаете, чего не понимаю? Такой нелюбви поборников ЗОЖ к майонезу. Ну, что в нем такого плохого, вредного, если, конечно, он натуральный. Но именно от майонеза все почему-то хотят отказаться. Испытывают муки совести. Тайком по ночам у холодильника выдавливают его на бутерброд с колбаской. И повторяют себе все. Это в последний раз. Согласно рейтинга Яндекса, составленного на основе поисковых запросов пользователей, сахар на первом месте в списке продуктов, которые россияне хотели бы заменить в своем рационе чем-то более здоровым. Именно заменить, потому что полностью отказаться от сладенького, судя по всему, не получается. На втором месте майонез с большим отрывом в тройке лидеров колбасные изделия. Среди продуктов, полезные свойства которых вызывают интерес – цикорий, гранат, боярышник и шиповник, ягоды, черешня, смородина, руккола, хрен и свекла. А вот среди запросов о полезности тех или иных упражнений и манипуляций с собой для здоровья некоторые вызывают много вопросов. Ну, почему, например, полезно спать в носках или голым? Остальные вопросы, кажется, совсем понятны, но некоторым требует разъяснения. Как то, почему полезно гулять, есть овощи и фрукты, заниматься спортом, если вам тоже нужно объяснять – спросите у Яндекса. Ну и зачем все это? С помощью диет и упражнений россияне в первую очередь хотят улучшить живот и бока, на втором месте спина, потом шея, что странно, ниже в рейтинге – ягодицы и пресс. В общем, каждый хочет быть красивым, кстати, на минувшей неделе отмечался Международный день заботы о себе – делайте это и будьте довольны собой. А вы знаете, где в Перми растет самый большой тополь? Нет? Я тоже не знаю. Но знаю, где рос его предшественник до того, как его спилили. Но такая судьба сделала его достойным стать музейным экспонатом. Он когда-то стоял в сквере около оперного театра, а теперь, теперь это экспонат. В Пермском детском музейном центре новая экспозиция и такая таинственная, и такая разнообразная. Ульяна, у вас же здесь, мне кажется, просто не хватит, не объять не объятная. Мы тоже так думаем, потому что все вращается вокруг круга на самом деле. И называется экспозиция? Превращение. Провращение, превращение – все вокруг. А круглого здесь хватает. И животные в клубочек сворачиваются, когда спят. И гнезда тоже круглые, клубочки. Это вигвам для того, чтобы тоже где-то как-то вращаться вокруг вот что-то такое индийское лето. Ну, мы считаем, что это такой собирательный образ всех круглых жилищ. Независимо друг от друга, люди разных народов строили именно круглые жилища. И вигвамы, и юрты, и ранги, и иглу. Ребята могут повыполнять задания, порассматривать, раскрасить, что-то посчитать, чтобы выставка… То есть, выставка здесь… Можно так назвать путеводитель, детский игровой путеводитель это называется. И надо будет искать, и надо будет что-то… Надо искать, надо рассматривать. Помогает ребятам выставку рассмотреть с разных точек зрения. Это будет для них и весело, и интересно. А призы будут? Мы дарим ребятам, которые выполняют наши задания по разным выставкам, кусочки селенито, то, чтобы осталось у них на память о нашем музее. Хорошая идея, когда… Отличная. Отличная, когда для детей показывают и что-то рассказывают. Это всегда хорошо. Еще потрогать можно, посидеть покреться можно. Обратить внимание на то, что круглого всего в природе так много, и все вращается, и не только вокруг книг. Это мы встретили гостей из Москвы. Да. Снести это все можно. Куда снести? Разобрать части. Ну, это уже чисто московская логика. Наверное. Наталья Тиньковская, Татьяна Сарамотина, телекомпания «Ветта». Ну, а прямо сейчас на очереди обзор прессы. По понедельникам мы, как обычно, листаем журналы. Такой, получается, глянцевый выпуск рубрики «Пресс-парад». Ух, аж блестит. На гугл-картах теперь доступна информация о 6 тысячах стационарных и мобильных пунктах вакцинации от коронавируса COVID-19 по всей России. Чтобы найти ближайший пункт вакцинации, в поисковую строку нужно ввести запрос «Вакцинация рядом» или «Прививка». Гугл-карты предложат список ближайших пунктов. В карточке каждого будет указана информация о его полном названии, точном адресе, телефоне, сайте и времени работы, а также сведения о дополнительных услугах. Там же указаны ссылки на страницу портал госуслуг для записи и на stopcoronavirus.rf для получения официальной информации об инфекции. В России в первом полугодии неожиданно выросли продажи кнопочных мобильных телефонов. По данным Связного, за первые полгода россияне купили более трех миллионов старомодных телефонов. Это больше на 6,5%, чем за аналогичный период прошлого года. В денежном выражении продажи выросли на 19%, до 4,5 миллиардов рублей. При этом подорожали и сами устройства. Средняя цена увеличилась на 11%, примерно 1450 рублей. По оценке группы M-Video Eldorado, во втором квартале этого года рост продаж кнопочных телефонов и вовсе составил 26,35% в денежном выражении. Итальянские ученые обнаружили на дне Венецианской лагуны участок дороги длиной больше одного километра. Это сооружение относится к постройкам римской эпохи и говорит о том, что постоянные поселения могли существовать в Венецианской лагуне задолго до основания Венеции в пятом веке нашей эры. Авторы предполагают, что обнаруженная дорога, вероятно, была связана с более широкой сетью римских дорог в итальянском регионе Венето и использовалась путешественниками и моряками для перемещения между Венецианской лагуной и городом Кьоджа. Во времена Римской империи уровень моря был ниже, поэтому на территории Венецианской лагуны была суша. В день военно-морского флота в Перми прошел свой парад. 22 катера прошлись торжественным парадным расчетом по акватории реки Камы. Поздравить всех военнослужащих и тех, кто связан с флотом, собрались участники клуба водного туризма. В их числе и Артем Яцук. Он буквально месяц назад закончил службу на Тихоокеанском флоте. В парадах, посвященных Дню морского флота, принимал участие неоднократно. Наш Камский парад все же немного отличается. Там мы стоим, там таких движений как бы нету, там мы вышли и стоим красиво, а тут как бы все равно это как идем, все это намного красивее и красочнее. Но ощущение праздника было? Да, конечно. Такой парад Кама видит впервые. Как говорят организаторы, им было важно показать, что наша река жива. Она действительно является и центром туризма, и нашей транспортной артерией. Мы постарались, как можем повторить, кильваторный строй парада военно-морского флота в Санкт-Петербурге. Мы решили день нашего клуба как-то сопоставить вместе с Днем военно-морского флота. Потому что многие из нас служили на флоте, не безразличны к этому делу, все мы очень любим и продвигаем это мероприятие все. Теперь такие парады в День военно-морского флота будут проходить ежегодно. Егор Тверетинов, Татьяна Сарамотина, телекомпания «Ветта». По данным Краевого Роспотребнадзора, в Прикамье появились новые разрешенные места для купания. Пробы воды отвечают всем требованиям сразу в двух зонах отдыха у воды. По данным, которые у нас имеются на руках сегодня, это и есть пробы, отвечающие всем генетическим драмателям в селе Гомова, пруд Тимкинский, река Кама в районе санатория Уральская Венеция. Остальные пробы находятся в работе. Вместе с тем уже известно, что вода в реке Силва на пляже города Кунгура, там размещено три пляжа, не соответствует генетическим нормативам по микробиологическим показателям. Если пробы воды на организованных местах отдыха не соответствуют всем нормативам, то можно заметить знак «Не купаться». Пренебрежение этим правилам может навредить состоянию здоровья. Нужно понимать, что человек при контакте с водой, которая не соответствует генетическим нормативам по микробиологическим показателям, этот контакт может привести к возникновению массовых инфекционных заболеваний. Кроме всего прочего, мы настоятельно рекомендуем не использовать воду в водоемах для мытья рук, для мытья овощей, фруктов перед их употреблением, соблюдать генетические процедуры после посещения мест массовых отдыхов. По словам синоптиков, в крае еще ожидается теплая погода, и жителям края удастся покупаться. На данный момент разрешенными местами для этого считаются район Камской ГЭС, правый берег у Камского моста, село Уськачка, поселок Полазно и Новые Лиды. Валерия Ермакова, Владислав Рашидов, телекомпания «Ветта». Если вам вдруг покажется, что в жизни ничего нового не происходит, смело включайте «Ветту», чтобы развеять все сомнения. Происходит. Недавно появилась новая порода кошек. Смотрите, может быть, заведете себе такую. То ли живая игрушка, то ли домашний психолог или даже психотерапевт. В мире вывели новую породу кошек. Удивительную. Когда спит, многие принимают ее за игрушку. Что неудивительно. Короткие лапки, милая мордочка и шерстка кудрявая, как у барашка. Пермские любители экзотов уже мечтают заполучить представителей этой новой экспериментальной породы кошек. Итак, знакомимся с куком. Рой Галуш из Вашингтона начал работать над созданием новой породы в 90-е годы минувшего века. За основу были взяты два экзота. Лаперн и коротколапый манчкин. Надо ли говорить, что почитатели карликовых кошачьих практически по всему миру сразу приняли охотничью стойку. Основной отличительной чертой с куком отстали. Крепкие лапки укороченной формы. Что, кстати, не мешает ему отлично бегать, пусть и довольно забавно. А еще это настоящий генератор позитивных эмоций. С кукомы готовы проводить в играх все свободное от основремя. Обычно кот садится на задние лапки, опираясь на хвост, как на балансир. И в такой позе столбика может долго высматривать свою добычу. И еще кошки эти не станут доставать своих хозяев громкими воплями с требованием внимания к своей персоне. Это относительно молчаливая порода. Поэтому они могут стать бесшумной тенью, находясь в ожидании, что любимый хозяин сам предложит игру. Ухаживать за с кукомом довольно просто. Курчавая шерстка не требует никакой особой косметики. Достаточно ее расчесывать хотя бы раз в неделю. И купать. Эту процедуру кошки переносят без проблем, поскольку у породы нет страха перед водой. А еще учтите, с куком такой клептоман что-нибудь потихоньку стащит и так спрячет. Не найти. Смотрите нас. Гавстори – это про любовь. Про самую верную и бескорыстную. Что такое хороший совет? Подсказка, как правильно сделать то или иное дело. Ну или не сделать. Об этом сегодня в рубрике «Здоровье для». Как не вывихнуть, не растянуть, не сломать. Ну, себя. Игры в воде, футбол на траве, догонялки в лесу. Занятия веселые, но иногда приводящие к печальным последствиям в виде растяжений, вывихов и переломов. Организм должен быть готов к таким нагрузкам. Задача простая. Перед игрой провести разминку минут 10. Что дает разминка? Разогрев мышц. Потому что холодная мышца, да, неподготовленная, больше способствуется растяжению. Подготовить связки – это пройтись по всем суставам. Разогреть их тоже, чтобы не было растяжения. И самое главное, если мышцы холодные, сжатые, они могут не давать суставам правильно двигаться. И при резком, каком-то длинном, большом, амплитудном движении мы можем получить вывих. То же самое касается и непосредственно костей. Их тоже нужно готовить к нагрузкам и тренировать. Вообще физическая, умеренная, правильно подобранная физическая нагрузка, она укрепляет костную ткань. Вот реально кости становятся плотнее. Это значит, получается, тоже надо следить. Это даже не одна тренировка, а следить за правильной нагрузкой. Если человек совсем не занимается, там есть такое понятие резорпция костной ткани. Когда недостаточная нагрузка, недостаточная активность. То есть, получается, организм считает, что эта кость вроде как не нужна, мы ее не нагружаем. И происходит резорпция костной ткани. И, соответственно, кость становится более хрупкой. Поэтому опять возвращаемся, что надо правильно тренироваться. Тренировки должны быть направлены не только на укрепление мышц, костей и связок. Тренируем еще и мозг. Работаем обязательно на координацию, на устойчивость, на баланс. Это для того, чтобы... У нас очень часто бывает из-за неправильного переноса веса, да, мы не контролируем его. Вот и случается и вывих, и растяжение, даже переломы. Сама по себе ведь кость не сломается. Получается, тренируем баланс. Тренируем координацию, устойчивость и тренируем гибкость. Тренироваться можно и дома. Главное делать это регулярно и не переусердствовать. Основное, чтобы не была чрезмерная нагрузка. Мы не стараемся, ну, если это растяжка, да, работа над гибкость, сесть на шпагат и куда-то сильно увеличить амплитуду движения. Легко, комфортно, я бы даже сказала, приятно. Цель постепенно увеличивать нагрузку. Неважно, гибкость это или силовая нагрузка. Обращайте внимание на питание. Каши, желе, холодцы укрепляют сухожилия и кости. Также нужно пить достаточное количество воды, чтобы мышцы были эластичными. Конечно, соломку мы себе везде не подстелим, но мы же можем избежать игр на скользких поверхностях. Если речь идет о водоеме, то лучше не терять бдительность, когда дно нам не знакомо. Правила эти максимально простые, но очень полезные. Здоровье для... Итак, мы продолжаем. Утренний вестник продолжаем говорить о здоровье. Вернее, о красоте. Хотя нет, почему я разделяю эти понятия? Они же во многом тождественные. Итак, сегодня об этом будем говорить с гостем в студии. Врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Денисов у нас в гостях. Флеболог, хорошо знакомый с зрителем телекомпании ВЕТТ-24. Владимир Евгеньевич, приветствую вас. Здравствуйте. Ну, давно мы с вами не виделись, поэтому первый мой вопрос вполне объективно. Какие новости? Новости не очень хорошие. Вначале. Варикоз молодеет. Подчас люди приходят достаточно молодые и уже с выраженным заболеванием. И мы от этого, конечно, все немножко удручены. Это образ жизни? Что это? Почему так? Почему так происходит? Здесь и малоподвижный образ жизни, и питание, и наследственность. Как мы все работаем. Сидим. Очень много, да? Ну, прямо сейчас можно посоветовать нашим зрителям, пока они наши интервью смотрят, немного поприседать. Это тоже на пользу. Вообще, приседания здесь нужно делать достаточно осторожно, чтобы коленки еще не повредить себе. Вот, профессиональные советы в нашем эфире продолжаются. Владимир Евгеньевич, молодеет варикоз, в том числе пациенты старшего возраста к вам приходят. Но так или иначе, есть ли универсальное решение, что делать? Сакраментальный вопрос. Что делать? Что делать? Гипс снимают, клиент уезжает. Есть золотой стандарт лечения. Это эндоваскулярная лазерная хирургия. Когда с помощью лазерной энергии вена запаивается, и все это происходит без разрезов, без наркоза, без каких-либо уколов в спину. Это все происходит безболезненно, очень быстро, и человек даже не успевает моргнуть глазом, как он уже снова в строю. Девушка выходит из кабинета и сразу смотрит на ноги, хочет на пляж куда-нибудь. Успевает ли потенциально ваш пациент, если вдруг лететь скоро, ну, лето, опять же, хочется активно время проводить, не повредит ли, что называется, операция активному времяпрепровождению? Если у нас есть месяц до отпуска, я думаю, что мы можем ситуацию исправить кардинально. Ну, а риск осложнений? Хорошо, если в плановом режиме за месяц лучше к вам обратиться до отпуска, и проблему порешаем. Но насколько вероятность высока того, что что-то пойдет не так? В общем, смотрите, ситуация следующая, да, варикоз, тем не менее, он прогрессирует, и когда случаются осложнения у пациента, мы не можем сказать. Но риск, риск эндоваскулярной лазерной процедуры, он гораздо ниже, чем риск возникновения осложнений, если ничего не делать. А почему люди ничего не делают? Потому что они либо боятся, либо они отодвигают это на послезавтра, либо еще они просто-напросто не знают, что можно быстро, качественно и эффективно удалить проблему, убрать варикозную болезнь из жизни. А вообще, ликбез, что называется, насколько он необходим? Может быть, на вашем сайте есть какие-то информационные материалы, чтобы незнание или заблуждение человеческое побороть? К вам на сайт приглашаете людей зайти, почитать, что и как? Я думаю, что, конечно, проблем никаких. Можно посмотреть информацию на сайте. У нас на сайте есть приложение, где по фотографии вы можете предварительно получить заключение. Делаете фотографию ноги, не сами, конечно, а с чьей-то помощью. Отправляете нам, и искусственный интеллект делает вам предварительное заключение. И уже с этим предварительным заключением вы можете прийти к нам. Я раньше думал, что так только машины в интернете продают, а оказывается, и здоровье поправить можно. И ногу, да, то есть можно проверить в интернете. И ногу свою, и ногу мамы, и бабушки, и ногу соседа, да. То есть это достаточно просто и занимает всего-навсего несколько минут. Искусственный интеллект, программа iVenus. А что же еще мы можем предложить летом? Летом вообще лечиться выгодно. Это 20-ти процентная скидка. Раз. Это анализы, входящие в стоимость лечения. Два. Это компрессионный трикотаж. Очень хороший, в котором не жарко зимой и не холодно летом. И я вам хочу еще сказать следующее, да. То есть не нужно ждать. Нужно приходить в медицинский центр флеболог на топливом переулке 6 и узнать все самим и сделать так, чтобы шаги ваши были легкими. Владимир Евгеньевич, ну и как всегда, даже в детском воспитании или в воспитании детей, правильно сказать, все на личном примере нужно делать. Вы своим пациентам нынешним и будущим пример подали. Процедуру сами прошли эту. Ну вот спустя время, что по ощущениям, что можете сказать, узнали для себя что-то новое вот именно со стороны ваших пациентов? Спустя 6 месяцев, что я хочу сказать, после лазерной коагуляции малой подкожной вены, я чувствую себя отлично. Эта вена не мешает мне ни бегать, ни ходить, ни плавать. И когда я говорю пациентам, что это не больно, я говорю это на собственном опыте. Владимир Евгеньевич, я благодарю вас за то, что легкой походкой вы к нам сегодня в студию зашли. Будем рады видеть вас снова. Вам, уважаемые зрители телекомпании ВЕТТО, желаем крепкого здоровья. Ну а если есть какие-то проблемы с венами, вы знаете, где их можно поправить. Спасибо. С тех пор, как мы стали вещать 24 часа, в принципе, мы с вами можем не расставаться ни на минуту. Добавьте сюда сайт ВЕТТО.ТВ, где нас можно не только смотреть, но и читать. Наша группа в социальных сетях, где мы еще и призы разыгрываем. И получается, что мы действительно можем поддержать вас информационно в любой ситуации. Присоединяйтесь и не спешите уходить, если вы никуда не торопитесь. Хорошего дня. Редактор субтитров. Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова